Всем привет, это ТОП ДОТА! Вам почему-то очень нравятся видосы, в которых я рассказываю вам какие-то вещи о Valve, о гейбе, о разработке доты и так далее. Не знаю почему, но просмотров на таких роликах реально много, так что походу это вам интересно. И сегодня я расскажу вам 5 фактов о Valve, которые они сами не хотели бы вам рассказывать. Разберём скелеты в их шкафу. Но если наберём всего 2000 лайков, то будет и вторая часть. Поехали! Легендарный DotaMix возвращается с новыми бонусами. На сайте доступен новый режим Sports, где можно ставить деньги на профессиональные матчи. Также доступен режим Free, где можно получить вещи абсолютно бесплатно. А во всех остальных старых добрых модах увеличили шансы на Арканы и на дорогие Имморталки. DotaMix.com. Ссылка в описании. Начнём мы со Steam Machine. Кто-то вообще её помнит? А ведь это консоль, которая задумывалась как убийца всех платформ сразу. Она должна была объединить в себе ПК-гейминг и консоли, что довольно амбициозно звучало. Но вот уже несколько месяцев мы о ней ничегошеньки не слышали. Valve жёстко с ней зафейлились и даже не разглашали количество проданных консолей. И как вы понимаете, хвастаться им на этом поприще особенно нечем. А чтобы сказать более точно, можно вспомнить Steam Controller, который идёт в комплекте с консольками и продаётся отдельно по какой-то заоблачной цене. Он разошёлся по миру тиражом менее полумиллиона экземпляров. И это с учётом того, что опять же он шёл в комплекте с каждой консолькой. То есть сама Steam машина продалась ещё хуже. Ну и для сравнения, если вдруг вам кажется, что полмиллиона это много, я скажу, что например PS4 за 2015 аж год разошлась в 20 миллионах экземпляров. Номер 4. Работа Valve. Она на самом деле не такая уж и радостная, как может показаться. Думаю, многие из вас мечтали или до сих пор мечтают разрабатывать игры. Но вот не факт, что вам пришлось бы по душе делать это в компании Габена. Как я уже когда-то рассказывал, у них там всё довольно неформально и свободно в плане графика и проектов, над которыми ты работаешь. Но вот что о такой вольности говорит бывший сотрудник Valve, цитата «У них примерно как в старших классах. Есть популярные дети, которых любят боссы, есть хулиганы, а вся основная масса болтается где-то посередине». Конец цитаты. То есть, как вы поняли, любимчики боссов и выскочки получают самые интересные проекты, а более блеклые разработчики, которые умеют круто делать свою работу, но при этом не выделяются, вынуждены заниматься всяким шлаком. То есть твои профессиональные навыки Valve не очень-то уж ценятся. А вся эта неформальная атмосфера, которая кажется такой уж привлекательной, на деле разочаровывает очень многих талантливых разработчиков, которые время от времени покидают Valve. Номер 3. Ужасный Steam Greenlight. Steam Greenlight на первый взгляд кажется безупречной прост концепцией. Независимые разрабы могут выставлять свои работы на суд всего мира. Если их продукт реально годный, то сообщество их поддержит и выбьет в топ. Но в реальности всё оказалось совсем не так, и весь топ сейчас засорён мусорными проектами, которые совершенно не стоят внимания. Непроработанность системы, куча лазеек в ней, различных абузов, накруток, а также банальная тупость пользователей и даже коррупция. Всё это влияет на рейтинг игры в Гринлайте в сущности ничуть не меньше, чем её качество. И с этим надо что-то делать. Номер 2. Valve устроили ловушку для чувака, который хакнул. Да, я об этом уже рассказывал в одном из видосов и это действительно так. А сейчас вкратце. Один немецкий хакер взломал и слил исходники второго халф-лайфа, а Valve пытались заманить его в Америку тем, что предложили ему работу. И при этом они, можно сказать, перешагнули через власти Германии, даже не став с ними сотрудничать и не информируя их о своих действиях. Хотя те, в свою очередь, хакера поймали. Номер 1. Бета-бизнес-бюро. Злейший враг Valve. В то время как основная часть комьюнити рукоплещет гейбу и считает Valve чуть ли не идеалом современной компании, с безупречной репутацией крутых разработчиков, организация по правам потребителей под названием Бета-бизнес-бюро поставила Valve оценку F, то есть двоечку. А причина вся в том, что на Valve есть более тысячи неразрешённых жалоб от тех же пользователей. Для сравнения скажу, что у таких не самых приятных нам компаний, как Activision или EA, таких жалоб в районе 120. Но и это не удивительно. Служба техподдержки у наших ребят из Сиэтла просто отвратная и об этом недавно говорил даже сам Гейб Ньюилл. Будем надеяться, что они с этим что-то сделают. Потому что те, кто хоть раз писал им в саппорт, знают насколько же это жесть. На этом сегодня всё. Такие вот интересные факты о Valve, которые вы вряд ли знали и которые Габен не хотел вам рассказывать. Надеюсь ролик вам понравился, ставьте лайк если это так, нужно набрать всего две тысячи, чтобы была новая часть и подписывайтесь на канал, чтобы её не пропустить. А также пишите, что вообще об этом обо всём думаете. До встречи!